Продолжение следует... Это история о плюшевом кролике, которого мальчик, получив подарок рождественским утром. Поначалу кролик оказался заброшенным среди других подарков и игрушек. Игрушки высокомерно относились к кролику, который очень стеснялся ярких механических моделей, так как был сделан из дешевого плюша. Только кожаный конь отнесся к кролику с сочувствием. Он-то знал, что они всего лишь игрушки и всегда ими останутся. Ведь только дети каким-то непонятным волшебным образом могут подарить игрушкам душу. Но кроме старого, умудренного коня, никто не мог думать такую сложную мысль. Однажды кролик спросил коня, как это быть живым? «Ну нет», — ответил кожаный конь. «Быть живым — это не то, из чего ты сделан, а то, кем ты однажды можешь стать. Знаешь, если игрушку долго-долго и сильно-сильно любят, а не просто играют с ней, тогда игрушка оживает». «Это не больно?» — прошептал кролик. «Бывает», — признался конь, который не умел врать. «Но когда ты живой, боль почему-то совсем не важна». «А как такое происходит?» — допытывался кролик. «Ты вдруг чувствуешь, будто тебя завели ключом, или все происходит медленно?» «В один миг такие перемены не случаются», — начал рассказ кожаный конь. «Представьте себе волшебное превращение, только не мгновенное. Поэтому с теми, кто чересчур хрупок, или с тем, над кем надо особенно трястись, превращения вообще случаются редко. Но вот однажды наступает особенный день, и ты становишься живым. Только у тебя уже поредевшая шерстка, один глаз выпал, суставы двигаются со скрипом, и вообще весь ты какой-то обшарпанный. Хотя это не важно, потому что ты живой». С этого разговора кролик мечтает стать живым. Однажды няня мальчика куда-то спешила и не захотела заниматься поиском любимой игрушки, и подала мальчику кроликам. С этой ночи они стали неразлучны. Теперь они вместе играли, вместе гуляли, вместе спали. Постепенно шерстка кролика стала редеть, хвостик болтаться, а розовый кончик носа полинял. Однажды мальчик оставил кролика на траве, в саду, и нянюшка ночью пошла его искать. Нянюшка обтерла грязь краем фартука и пробурчала себе под нос. Сошелся же свет клином на этом старье. Столько суеты из-за какой-то игрушки. Но мальчик привстал на кровать и притянул кролику руки. «Дай мне его». «И никогда больше так не говори. Он ведь живой». Счастье заполнило кролика от пяток до кончиков ушей, когда он услышал эти слова. Оказывается, все, о чем рассказывал кожаный конь, было правдой. С ним произошло то самое волшебное превращение. И с этого дня он перестал быть игрушечным. Мальчик произнес главное слово. «Живой». Потом мальчик заболел скарлатиной. Кролик постоянно был с мальчиком. Но чтобы избавиться от инфекции, все старые игрушки надо было сжечь. Взрослые запихнули в мешок кролика, где уже лежал всякий мусор. Мальчику дали нового кролика. Но в тот вечер мальчик ничего не заметил. Он волновался, что завтра поедет на море. Мальчик спал и видел море. А плюшевый кролик валялся вместе со старыми книжками в дальнем углу двора за курятником. Ему было одиноко. Невыносимо одиноко. Мешок, однако, не завязывали. И немного поелозив, кролик высунул из него голову. Снаружи оказалось холодно, и он поежился. Кролик привык к теплой постели. Да и вытертая от беспрестанных игр и мальчиковых объятий шкурка грела плохо. Поблизости оказался разросшийся малинник, дремучий, как джунгли. Они с мальчиком так любили играть в его тени. Ему вспомнились тягучие солнечные дни в саду. Один счастливее другого. И от этих мыслей стало только грустней. Он будто наяву увидел выстроенный мальчиком шалаш, тихий лес, заросли папоротников, которых лежал когда-то, а муравьи сновали по его лапам. Но особенно отчетливо представил он тот удивительный день, когда мальчик сказал про него «живой». И кожаный конь вспомнился со всеми лошадиными историями, бесконечно нежный и такой мудрый. Только какой толк, мелькнула мысль во всех этих историях, в том, что тебя полюбят. Ты станешь живым, заплатив за это красотой, а жизнь свою заканчиваешь выброшенным на помойку. И слеза, да-да, самая настоящая слеза, скатилась по его истертой плюшевой щеке и капнула на землю. Однако невиданные дела стали твориться на задворках у курятника. На месте скатившейся слезы вдруг вырос цветок. Таинственный цветок, какого в саду никто никогда не видел. С изумрудными листьями и бутоном, похожим на золотой кубок. Цветок был чудесен. Кролик, забыв, как он только что плакал, не мог отвести от него глаз. Потом бутон распустился, и внутри оказалась маленькая фея. О, она выглядела прекраснейшей на свете. Платье сшитом из жемчужинок и капель росы. С цветочными ожерельем, цветами в волосах и лицом краша любого цветка. Фея приблизилась к плюшевому кролику и поцеловала в промокший от слез нос. «Ты не узнаешь меня?» – спросила она. Кролик сильно-сильно напряг память, и ему даже почудилось в ней что-то смутно знакомое, но все-таки вспомнить не получилось. «Я фея из детской», – сказала она, – «присматриваю за любимыми игрушками. Когда они стареют и становятся ненужными, я прихожу и забираю их с собой, а потом превращаю в живых». «Выходит, раньше я не был живым», – удивился маленький кролик. «Был, но только для одного мальчика, который по-настоящему любил тебя. Теперь ты станешь живым для всех». С этими словами фея приобняла кролика, и они полетели. Оживший плюшевый кролик однажды пришел к мальчику, но мальчик его не узнал. Мальчик-то.